Что для многих Нижегородская область стала таким приятным уголком. И для меня тоже. Я здесь живу 52 года. И по специальности я лесовод, потом экологом стал. И здесь, именно на Нижегородской области, я успел реализовать свои задумки довольно такой специфической области от города далеко в лесном хозяйстве. Посажено много векторов леса, потушено 17 крупных пожаров. Я являюсь одним из участников организации нашей крупнейшей охраняемой территории Кержинского заповедника. Это 30 лет назад. Путь сюда, в Нижегородскую область, у меня лежал через Донбасс. Я донбассовец. Работал в городе Алчевске, Луганской области. И мне очень приятно, что именно Нижний Новгород, один из первых, стал помогать Донбассу. Вы, наверное, слышали, знаете, что мы сейчас, нижегородцы, взялись остраивать город Харциск, Донецкой области. Город практически разрушен. Вся инфраструктура поломана. Потому что все эти водокачки, чем живут люди, электричество, газ, и жизнь надо возродить. И мы там возродим. И мне очень приятно, что мой Алчевск, это уже Луганская область. Когда я был в Алчевске, работал на строительстве доменной печи номер 4 в самой крупной Европе, этот город назывался тогда Ворошиловск. И в этом Ворошиловске, когда-то на металлургическом заводе, работал Климент Ефремович Ворошилов. Один из наших наркомов и революционеров. Так вот, очень мне приятно, что и мой Алчевск не остался безхозным. Его начала отстраивать родина моего свата, Кузнецова Юрия Ивановича Нижегородка. Он родом с Вологды. Так вот, Вологодская область взяла шество над возражением Алчевска. Итак, Донбасс прошел через мою душу. Вот я прочитаю вам современные стихи, посвященные этой теме. Вот, один очки. Очки сломал. Мой стих упал, на дно сухого моря ушел на фронт, забыть, полить цветок. Лицо жены, померзшее от горе, блокпост, стрельба, аллеющий восток. Всю ночь в Донецке грохотали пушки, горел бетон, дымилась арматура, в развалинах лежал убитый грушник, зловещая войны архитектура. Комбат убит. Мы молча пили водку в прифронтовом дешевом кабаке, а рядом минометы рвали, драли глотку, и мины раздревались вдалеке. Пронезенный в грунт, летел на дно воронки, я был один, заброшен на земле. В зале летали черные вороны, и что-то хриплое, они кричали мне. В степи на месте, мину разрыва, где бинт лежал, разорванный кровав, растет травы, серебряная грива. В народе говорят, разрыв трава. Где ты, светловолосый украинец? Кого любил? В каком поселке жил? Кому на праздник привозил гостиниц? Будь проклят, час, когда тебя убил. В пшеничном поле, два подбитых танка, я заглянул в распахнутые люки. Танкисты, танкистов обгоревшие останки, на пулеметы скрученные руки. Как воск потек, железный ствол винтовки, платок жены, по небу гонит ветер, мокрый как кров в газетах заголовки. Я умер и проснулся на рассвете. Хрустел Урал, дрожало Волги жило, рвались гранаты призрачного лета. То распрямилась русская пружина, скрипучие, сдвигая континенты. Кто поднял бурю? Кто за нею грянет? Чей лик? Узрим, какому исполину прильют народы? Кто перегрязет истории гнилую пуповину? Взял карандаш, проявил стрелу на карте. Стрела была упряма и красна. Пошли полки, так, по молитвам в парке в марте, вновь начиналась русская весна. Среди полей пшеничных, минных, где я стрелял и кровью Харьков, вставал, как розовый фламинго, в лучах зари разбитый Харьков. Живёт жилой квартал в Мессире, Граде. Их оборона шла на убыль. Убит комбат. Ему наградой послужит мёртвый Мариуполь. Кстати, Мариуполь уже не мёртвый. Он интенсивно расстраивается. Это порт на Азовском море. Ну вот, в нём родился товарищ Жданов, который всю блокаду выливал в Ленинграде. Играл прекрасно на пианино. Очень талантливый Андрей Жданов. Ну и ещё, вспоминали, Лида вспомнила 200-летие, Чижов вспомнил ярмарки. Мы недавно, значит, отмечали 220 лет со дня рождения нашего выдающегося флотоводца Павла Степановича Нахимова. Правда, родом он в Смоленской области, это рядом с Белоруссией. И вот такой сухопутный человек стал любимцем не только Черноморского флота, но всей громадной нашей русской эскадры. Его любили матросы, его любили старшины, его любили офицеры. Это был настоящий патриот русской земли. Он был не женат. Он всю жизнь посвятил флоту. И шальная, то ли пуля, то ли осколок, я сейчас не помню, он был убит в Севастополе. И похоронен в Севастополе. Там есть такой храм, где захоронены 4 адмирала. Нахимов, Лазарев, Истомин и Корнилов. И кроме этих 4 адмиралов, если вы будете в Севастополе, обязательно этот храм посетите, то там еще захоронены где-то, наверное, 16 или 20 адмиралов, в том числе и уже советских, которые командовали Черноморской фронтой. То есть каждый флотоводец мечтает быть захоронен в этом пантеоне. Это очень значительно. Ну и развивая близкую мне севастопольскую тему, потому что мне в Крыму удалось побывать дважды. Когда Крым был украинским и через два года, когда он стал русским. Вы знаете, что настроение абсолютно полярное. Вот Крым заиграл всеми окрасками. Мы вспомнили там многих своих людей, которые строили железные дороги. И я вспомнил, вы, наверное, слышали такого барда, поэта Александра Городецкого. Он участник Лучинского фестиваля в Жигулях на Куйбишеве. И вот я сначала ручную, а потом все-таки пропою один, потому что мужчины соло не пели. Мне сопровождение не надо. Значит, стихотворение называется «Севастополь останется русским». Пахнет дымом от павших знамен, малопроку от битвы жестокой, сдан последний вчера бассион, и вступают враги в Севастополь. И изранен мой солдат, спотыкаясь на каменном спуске, этот город вернется назад, Севастополь останется русским. «Этот город вернется назад, Севастополь останется русским». Пахнет два раза, повторяется. «Над кормою приспущенный флаг, в небе мессеров хищная стая, вдаль уходит последний моряк, корабельную бухту оставил». И твердит он, смотря на закат, и на берег покинутый узкий, «Этот город вернется назад, Севастополь останется русским». «Этот город вернется назад, Севастополь останется русским, что сулит наступающий год. Снова небо туманным глистом, я вступаю в последний вельбот, покидающий графскую пристань. И щепчу я, прищурив глаза, не скрывая непрошенной грусти, «Этот город вернется назад, Севастополь останется русским». «Этот город вернется назад, Севастополь останется русским». Браво! Разрешите мне, наверное, небольшой выхватить, был мой папа. Мне очень приятно, что в нашей семье сохраняются традиции украинской речи, хотя бы на бытовом уровне традиции петь украинские песни наравне с русскими и английскими, которые мы в семье практикуем. Ну и также другие, итальянские, французские, немецкие, да, испанские. И, к сожалению, мы сейчас отчасти разделены. И очень горько осознавать, что даже равные и близкие люди могут ставить выше политические отношения, чем свои какие-то родственные, близко родственные, я бы даже сказала, связи, общее детство, общую юность, общую бабушку и общего дедушку. Вот. И вы знаете, я чувствую, что, возможно, не удастся побывать в ближайшее время, но хотелось бы, может быть, жизнь моя еще не до заказа идет, может быть, и удастся бывать на моей второй родине. Первая родина – это, конечно, Россия, Горьковская область, Варнаминский район. Вторая моя родина – это, безусловно, Украина, откуда родом папа. Третья родина – это Казахстан, откуда родом моя мама. Четвертая родина – Англия, которая дала мне очень крепкое и сильное образование. Я ее тоже считаю своей отчасти родиной. И мне тоже тяжело слышать, видеть, понимать, что мы сейчас по разные стороны баррикады, и что, например, русские живущие в Великобритании сейчас стали невыездные. И мне тоже, чтобы не компрометировать их, приходится воздерживаться от переписки, от каких-то отношений. И эта связь с ассоциациями натолкнула на желание сыграть для вас полонез Агинского «Прощение с Родиной». Если позволите. Конечно, конечно. Если вы знаете, что этот полонез был написан, когда Агинский, будучи революционером, был подвергнут наказанию в виде лишения права проживать на территории Польши. И при прощании со страной, понимая, что он никогда при жизни больше не вернется, он написал как Лонез. Вот, когда я впервые сыграла в Америке, для американского уха это была совершенно неземная музыка. Они не знают, у них не популяризируется вообще европейская музыка. Ну, кроме, конечно, Баха, Битхойна, каких-то, ну, Чайковского, безусловно, Чайковского они знают. Вот, и они постоянно меня просили сыграть, постоянно просили сыграть Агинский, они называют Агинский, Агинский. Вот, это не только американцы, это ребята из других двух стран, вот в работе в лагере, да, с инвалидами, ментальным инвалидами. Вот Агинский у нас был как хит, можно сказать, летней нашей программы. Он остается хитом. И остается. И я рада, что мне удалось за такое большое количество ребят, молодежи, открыть это произведение. Турецкий марш, Турецкий марш, Турецкий марш, это входило в учебную программу в Турецке. Ну что, у нас там есть, да? Да, 60 лет. Турецкий марш, Турецкий марш. Турецкий марш, Турецкий марш. Турецкий марш, Турецкий марш. Турецкий марш, Турецкий марш. Турецкий марш. Турецкий марш. Турецкий марш. Субтитры сделал DimaTorzok В них светится надежда и отрада Все будет хорошо Заветные слова Как заповедь, как клятва, как награда Они дают настрой на добрые дела Душе дарят покой И ночь опять светла Все будет хорошо Все к радости пути Ты только в это верь Живи и не грусти Открой для счастья верь Что правость обрести И вот сейчас, я думаю, что мы все порадуемся Исполнением замечательной Украинской песни Если я правильно ее назову Шо же это за верба? Шо же это за верба? Шо за это? Шо же это за верба? Шо же это за верба? Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Про войну ми все чули. Війна йде. Це тяжко. Але я ж так же військовий. Військових бувших не буває. Але у нас іще й гумор воєнний є, армійський. На одну з таких тем наглядний урок написав юморист Павло Глазовий. Наука. Зайшов казарму генералу. А там нема нікого. Лише солдатик молодий в кутку мете під лобом. Оглянув ліжка генерал. Порядок ідеальний. Ви хто? Солдатика спитав. А хто ж ще? Днювальний. Нахмурив брови генерал. Ви ніби впали з неба. Невже ніхто вас не навчив, як діяти вам треба? Ось уявіть собі на мить, що відбулося чудо. Не я, а ви тут генерал. А я днювальним буду. Нагнувся трохи генерал. Немов мете під лобу. Солдатик браво козирну, крокує від порогу. Розправив плечі генерал. Підніс до шапки руку. А наш солдатик козирнув і відчебучив штуку. Він генералові не дав. Розкрити навіть рота. Не треба рапорту. Метіть. Робота є робота. Дякую. Таке желание, оно возникает не на пустому місці. Оно возникает тогда, когда є контакт. Самий настоящий контакт. Близкий контакт. Понимаючий контакт со зрителем. Ісполнителями і зрителями. Между нами і вами. І, конечно, це саме головне в нашому творчеству, в нашому занятию, в нашій, можна сказати, роботі. Що ми понимаємо друг друга. Значить, все ми делаємо правильно. А сейчас все вместе, Катюшу, выходи. Асалиска Настя. Асалиска Анастасія. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Расцветали яблони и груши, Поплыли туман над рекой, Выходила на берег Катюша На высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша На высокий берег на крутой. Выходила, песню заводила Про степного сизого орла, Про того, которого любила, Про того, чьи письма берегла. Про того, которого любила, Про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, Ты лети за ясным солнцем свет, И бойцу на дальней пограничье От Катюши передай привет. И бойцу на дальней пограничье От Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую, Пусть услышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, А любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, А любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, Поплыли туманы над рекой, Выходила на рек Катюша На высотке берег на крутой, Выходила на реках Катюша, Умасила песню за собой. Ну, молодцы! Вы молодцы! Спасибо, молодец, за предложение. За инициативу. Да, за инициативу, за предложение. Спасибо, дорогая. Молодец. А я вам... Есть у меня такие хорошие слова. Хочу вам зачитать умные слова. Скажи спасибо, Реценон, За то, что ты имеешь дом, За то, что есть чего поесть, За то, что есть куда присесть, За то, что у тебя есть друг, За то, что верен в твой супруг, А если друга, мужа нет, Тогда за то, что видишь свет. Чтоб видеть свет, нужны глаза и слуг, Чтоб слышать голоса. Глаза на месте, есть и слуг, Слуг, скажи спасибо, что не глух. Еще спасибо двум ногам, Что ходят всюду, тут и там. Есть люди, что живут без них. Ну, что счастливчик. Я соглашусь, что есть бардак, Что жизни много...